Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появилась СУ-85И. Машина, которая предназначена для тех ребят, которые знают, что игра у нас не только на 8 или 10 уровнях и что на 5 уровне можно играть, получая удовольствие. Так вот, если вы любите получать удовольствие от игры, то Сушка скорее всего вас заинтересует. Она действительно умеет хорошо нагибать на своем уровне, если вы умеете играть осторожно, потому что брони в ней нет. В состав набора за 2000 золота входит сама Сушка. Есть 2 контейнера с камуфляжами, но я не считаю, что это прям ценный какой-то подарок от разработчика. Вот 7 дней према, это действительно годно. Плюс есть вот такой вот кама, который стоит 230 галды, если не ошибаюсь, но он не разработан специально для Сушки. Этот камуфляж можно, в принципе, встретить на многих машинах, да и одеть, в принципе, на многие машины, если вдруг выбьете его из какого-то контейнера. Есть X5 в количестве 10 штук, опять-таки только на СУ-85И. Прокачаете элитный опыт экипажа, но не сильно круто, потому что все-таки играть будете на пятом левеле. 30 бустеров на кредиты, что, в принципе, неплохо, потому что они эпические. Есть вот такой вот сертификатик на исследование танка, но на пятый уровень там, в принципе, можно прокачаться и самостоятельно. Эти 25% не особо вас спасут. Открытое все оборудование ценностью тоже особо и не считаю, потому что на пятом левеле особым ценником оно не отличается. Что касается внешнего вида, как я говорил, камуфон стоит вот, пожалуйста, 230 галды. Можете сразу отминусовывать данную сумму от стоимости набора, ну, так сказать, для полной честности и объективной оценки стоимости оного. Ну, а мы с вами смотрим на технические характеристики по орудию и сразу наринимся в бой. С учетом установленного оборудования, амуниции, мы имеем 6 секунд время перезарядки, 2000 ДПМ, что для своего уровня очень даже круто. Время сведения 4 секунды практически, и это не очень приятно, но в целом играбельно. Разброс вполне себе комфортный, угол склонения орудия вниз минус 5, это действительно не очень приятный угол, но в целом и ПТшка предназначена не для того, чтобы рысачить где-то по барханам, а для того, чтобы схорониться где-нибудь в кустах или в каком-нибудь затишном месте и оттуда отбрасывать снаряды. Что касается урона, 200 единиц урона за выстрел, это действительно приятно, делая 4 выстрела, а делать вы их будете через каждые 6 секунд, вы выносите себе подобного еще и с хорошим запасом. Короче говоря, по орудию все очень классно, ну а все остальное сейчас, ребят, заценим непосредственно в бою, куда и отправляемся. Итак, друзья, попали в бой, давайте будем тестить. По подвижности машина едет довольно неплохо, меня лично устраивает. Да, пускай не срывается с места, не несется куда-нибудь вперед, как угорелая, но в целом пересмещаться достаточно, больше чем. Что касается времени сведения, как видите, время сведения действительно долговатое, ну а что касается разброса, то он вполне себе нормальный и комфортный. Если вдруг вас интересует абсолютно честный обзор на данную машину за ценом брони с сравнением с другими машинами на уровне, то под конец видео сверху в правом верхнем углу я добавлю обязательно всплывающую ссылочку на обзор, который уже делал, ну и плюс еще обязательно добавлю эту же ссылку в описании к видео, поэтому переходите туда, посмотрите дополнительные катки, посмотрите за цен и сможете принять абсолютно взвешенное решение в отношении того, стоит ли вам тратить 2000 золота на данного красавца. Мне лично данная ПТшка очень сильно нравится. Почему нравится? Потому что она может реализовывать великолепную точность орудия, она может реализовывать довольно приятный ДПМ на своем уровне и она действительно может делать существенный вклад в победу. Короче говоря, по характеристикам данная машина очень хорошо взвешена и на пятом левеле действительно умеет нагибать. Я когда хочу пофаниться, когда хочу отдохнуть, я беру либо вот эту сушку, либо что-нибудь подобное, у меня есть мангал в коллекции. Короче говоря, что-нибудь вот такое беру и просто заезжаю для того, чтобы получить удовольствие. Да, ребят, на пятом уровне. Не на восьмом, не на десятом, не там, где необходимо постоянно думать, постоянно крутить извилинами для того, чтобы быть максимально результативным, а на каком-нибудь таком уровне, на котором достаточно просто заехать и просто веселиться. Давай, покажи немножко корму. Чуть-чуть сдай назад, я тебя вынесу в ангар. И не такой ты будешь кошмарный кошмар. Реноха, давай вперед. Ай, фартовая, ай, фартовая какая. Ладно, давайте подъедем чутка поближе. Все-таки хочется понабрасывать. Если бы не вот такое немножко долговатое сведение, она бы просто была идеальна. Она приближена к этому идеалу, но все-таки немножечко не дотягивает. Давайте будем справедливыми по отношению ко всем машинам в этой игре. Ей все-таки чутка, чутка, ребят, не хватает. Докрутил все-таки басотто. Да и боксин с этим двигателем. Я думаю, что и так, в принципе, справимся и без двигателя. Отправляем в ангар. Отправляем. Классно. Просто супер. Два фрага накидали урона. Может быть и не первое место в команде по урону мы получим. Но вот такие бои у вас будут постоянными. Если вы не будете лезть на передовую, это действительно машина для отдыха. Вот когда не хочется нагибаться, когда хочется просто расслабиться. И эта машина вам в этом поможет. Он небольшой. Да, он картонный, но все-таки он не настолько огромен, как, допустим, Игорь или тот же самый Мангал. И при этом он очень результативный и очень комфортно приятный. Третье место в команде по урону. Да, мы не заняли первое, мы не заняли второе. Но по количеству позитивных эмоций, которые я лично ощущаю от данной машины, я могу ее рекомендовать как машину для тех ребят, у которых есть свободные 2000 золота. И они готовы отдать эти 2000 золота за то, чтобы заходить, да, пускай даже на пятый уровень. И там немножечко кайфовать и аморально отдыхать. А вот что касается тех ребят, которые хотят себе какие-то более годные машины и фармящие, то безусловно этот вариант вам не подходит. Присмотрите себе чего-нибудь другого. Сушка 85-я И это исключительно для любителей фана и веселья в нашей игре. Не более того. Если вы за честность по поводу того, что происходит в игре, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, убедитесь, что у вас прожат колокольчик и выбраны все уведомления с моего канала. Ну а если можете стать спонсором канала или другим образом поддержать его развитие, я вам буду исключительно отдельно благодарен. И благодарочка будет проявляться, особенно в отношении спонсоров канала в виде дополнительных плюшек. Спасибо вам большое за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok